Здарова! Ну что, дошли руки у меня наконец-то сделать обзор на гитару, которая абсолютно утвердила мое мнение о том, что гитары MusicMan это одни из самых топовых, самых удобных, самых играбельных, самых-самых-самых-самых-самых гитар. Не будь это канал гитарной истории, если я не начну с прошлого этот рассказ, этот обзор на гитару, но я хочу просто, чтобы для общей картины напомнить вам, тем, кто может быть когда-то там на канале слышал, MusicMan мне не нравились вообще, от слова совсем. Я считал их самыми убогими гитарами. Ну этот еще более-менее, а там у них есть и другие гитары, и я тогда был еще в Джексоне, в секте, то есть играл только на солоистах в основном, то есть сквозные грифы, гитары, у меня на болтах были пару Динки и Фьюжены. Но я смотрел на MusicMan'ов и думал такой, ля, у них все гитары на болтах, нет ни одной сквозной гитары, что ж там происходит такое. Видел я потом, как же ж она называлась. То ли Saint Vincent, такая она, ну вообще, короче, ну как и все MusicMan'ы, что ж она там в руке? Как и все MusicMan'ы, такая интересная форма, ну абсолютно на любителя и абсолютно к себе не притягивающая меня на то время. Но в то время, это где-то 2010-2011, где-то вот такое, ну уже 10 лет, выходит MusicMan' Петруччий JP6. Это первое его, примерно такого же цвета она у меня была, такая лава была покрашена. А, еще вот это 4х2. Я даже в своем видео, уже после стольких лет моей любви к MusicMan'ам, я даже сделал видео, вы все его помните, сделал видео, там 10 самых уродливых хэтстаков. MusicMan' я туда по старой памяти, конечно, всунул. Многим из вас нравится, для меня это всегда был не до Fender, то есть как бы все, форма вроде как у Fender, только скороченная там, ну Fender была бы примерно такая же форма, только вытянутая чуть-чуть, и 6 было бы сверху. А тут 4х2, такое вот непонятное, как бы, ну не знаю, тогда мне не нравилось. Сейчас я привык, конечно, удобство здесь абсолютное, то есть здесь эргономически это все сделано, все струны идут абсолютно, абсолютно ровно. То есть при, ну это уже часть обзора, так сказать, при отсутствии топ-лока, но присутствии машинки струны ходят прямо, и поэтому они не расстраиваются так, как они могли бы расстраиваться, если бы это был Fender, там первая-вторая струна чуть-чуть отходили, там нужен был бы Retainer, там и так далее. Здесь, понятно, струны ближе, поэтому Retainer здесь не обязателен, так как струны не будут так прыгать. Retainer для чего? Для того, чтобы струны прыгали, не прыгали на порожке. Но, возвращаемся к этому Джону Петручи, приходит мне эта гитара, я ее взял чисто из-за того, что как их хвалили. Хвалили их, ну как вроде бы завтра они наступят. То есть, все, лучшая гитара, там надо брать, это на форумах, на Rig Talk я тогда был, короче, сидел-сидел-сидел, думаю, ладно, поменяюсь. Поменялся я на одного из своих Джексонов, на SL-1. А, нет, даже не... SL-1 Джексон, там у меня проблемы были немножко с звукоснимателем. Вот такое, там оно чинилось, все легко, но тогда в то время для меня это было... Надо было нести к мастеру, я не хотел ее нести к мастеру, черный такой SL-1. И Fender Deluxe. Fender Deluxe у меня, то есть с роликовым порожком такой, Sunburst. Двуцветный Sunburst, то есть не тройной, а дву такой, он красно-желтый. Короче, эти две гитары я меняю на вот этот Music Man John Petrucci. Сейчас они одинаково стоят, даже, наверное, Джексон SL-1 стоит дороже, чем Music Man John Petrucci. Первый вот это вот JP-6, который выходил, ну, то есть, посмотри на ребер, ребята, да? Я отдал две гитары за одну John Petrucci и не разочаровался. То есть, Джексоны у меня уже тогда были, у меня еще там пару Soloist stuff было, и Fender я так толком не использовал. Там он чисто-чисто такой стратовский был, то есть, стекло, все как надо, но я вот сильно не играл. Я что, чисто-чисто там, Slayer какой-то надо было играть чисто, сколько раз чисто сказал. Slayer играть надо было, и я как бы для интереса брал JP-6 уже с таким намеком, что, наверное, попробую, и сразу ее куда-нибудь там поменяю на что-нибудь, на Келли, на Джексон Ли. Ли тоже хотел ее попробовать тогда. И вот она мне пришла, я ее взял и думаю, ну, нифига себе, первый раз, по-моему, я тогда попробовал лады... Не, не первый раз на нержавейке. Первый раз я лады на нержавейке попробовал на Suria, тоже таком, не самом дорогом. Но она настроилась, и я на ней играю, и я чувствую, насколько она круче, чем мои вот эти вот на болтах динки. Я играю, и я, короче, ее с рук не выпускал. Думаю, все, вот это вот она, вот эта вот гитара, которая, ну, действительно, она меня тогда поразила. Это такое у меня было несколько раз, то есть гитары вроде как, думаешь, ну, уже нельзя. Ну, да, ну, я уже Джексоны, там, Custom Shop, и все эти американские Джексоны перепробовал. Не может мне, там, я не знал, что может что-то быть лучше. Мюзикмен Джон Петручи этот, он у меня довольно-таки долгое время пробовал. Потом я вот тут еще Sur получил, по-моему, я его на Sur и помню, я не помню уже, как оно там происходило. Ну, я в мир бутиков, она была таким моим билетом, пропуском в мир бутиков. Я потом пошел вот у Тома Эндерсона, там, и туда. Но после этого я знал, что Мюзикмен это отличнейшая гитара. У меня как-то они потом попадались, там у меня было JP6 с полностью палисандровым грифом, потом у меня был там какой-то еще там JP6 у меня был. Но он все время менял, и когда выходит Majesty, первые Majesty, я их еще не пробовал. Тогда вот как раз я познакомился с Владимиром Холстининым и Красный Эстрад, мы с ним поменялись на Мюзикмен Мэджести. Они только вышли, и я хотел купить гитару у Владимира. Он говорит, да, типа, что ты будешь день, ну, сюда там слать, пересылать, все равно я потом гитару, ну, там, куплю. Давай, короче, ты гитару там покупаешь, и мы просто поменяемся. Я говорю, обязательно, да, давай. Вот я купил тогда, она называлась Frost, короче. Какой-то там Frost она была, ну, синенькая такая. Вот я первый раз взял в Мюзикмен Мэджести, которую надо было отсылать Владимиру. Я думаю, вот эта бомба гитара, там вот этот сквозной гриф, наконец-то я... Не Saint Vincent, по-моему, Saint Vincent тоже сквозной, но там еще одна какая-то модель была, тоже такая она сквозная. И она мне абсолютно не нравилась. А вот в Мюзикмен Мэджести, когда вышли Петручевские со сквозным грифом, я такой, вот, вот она. Насколько она была универсальная, тонкий гриф, насколько она была удобная, играбельная, органичная. То есть она висела, как ты ее повесишь, она была очень легкая. Вообще гитара была просто сказка. После этого я несколько раз говорил на этом канале, ну, мы уже Петручий Мюзикменов столько на этом канале посмотрели. Я говорю, что гитара самая универсальная. Ну вот, после такого предисловия мы переходим к этой гитаре. Силуэт, у меня уже потом подошел силуэт, просто когда я уже абсолютно убедился, что Мюзикмен это отличнейшие гитары, и надо брать и пробовать, и там я знаю, что они будут приходить и меня удивлять каждый раз. То есть я знаю, что придет отличная гитара, она приходит и показывает себя еще с более лучшей стороны. Мюзикмен силуэт мне довеском, короче, пришел. Я как-то на форумах читал, ну, уже мне предлагали, там, давайте силуэт на обмен, не знаю, на чего, там, меня, ну, короче, все, это не такой, а хамбакер, сингл, хамбакер. Я пошел на форумы, там, почитать про силуэты, там, Мюзикмен форумы, что-то такое, и там все пишут, убийца фендеров, убийца фендеров, убийца стратов, такой, типа, ну, вообще гитара по играбельности даже не сравнится, удобнее, там, и так далее. Я думаю, ну, это, наверное, вот эти убийцы, убийцы Лес Полов, убийцы стратов, это древний баян, но я решил его попробовать. И она мне пришла, я на ней играю, думаю, действительно, вот гитара по цене, по которой я ее брал, тогда я еще брал, там, чуть ли не, там, 850 баксов, ну, совсем такое. Сейчас они чуть-чуть дороже, но это был 2012-й, 2015-й, 15-й, наверное, где-то вот такой, уже 5 лет назад. И я на ней играл, думаю, ну, вот ништя гитара, да, это абсолютно такая какая-то она не... ну, простенькая, короче, здесь нет ничего такого, ни цыганской инкрустации нет, никакой электроники добавочной всего, две ручки, громкость, тон и переключалка на 5 позиций, там она такая же самая была, но это силуэт. Голова не покрашенная, просто написано силуэт, сзади написано силуэт special, там есть еще стендарт, и сзади написано St. Louis Bispo, ну, то есть адрес, где мюзикмены делают. Порожек идет пластмассовый, но он со специальным, то есть не костяной, но он со специального пластика, с таких вот делают, только с черного сплава делают, допустим, PRS, хороший. Когда вы эту гитару берете, вот с непокрашенным грифом, вы чувствуете, как бы... я такое чувствую только на качественных, дорогих гитарах. На дешевых, то вот, когда гриф абсолютно даже не покрыт лаком, этот гриф, он не покрыт лаком, он просто зачищенный такой, и чуть-чуть маслецом тунговым, скорее всего, покрытый. И насколько он приятный, это не лопата, хорошо отшлифованная, как на сквайрах, там, и... ну, на других, на более дешевых гитарах, даже на некоторых шекторах я такое чувствовал. Оно вроде... вроде и хорошо, вроде удобно, но нет вот этого ощущения такого винтажного замасленного дерева, винтажного грифа, вот на старых винтажных фендерах такое есть. А вот на этой гитаре есть, то есть, и на той было, такими вот они идут, что очень скользкая, очень быстрая, очень приятная на ощупь гитара. На этих гитарах вы абсолютно не увидите, не услышите лады, то есть, здесь лобсика нет, и здесь лобсика этого не будет. Здесь хорошо, всё просто... ну, это Music Man, Music Man они марку вроде как пытаются держать, и поэтому здесь самое качественное, как мне кажется, ну, по крайней мере, в этой ценовой категории сорта дерева, то есть, уже высушенное, высушенное, как надо, и здесь не чувствуете вы лады на любой гитаре. Даже вот если на этой гитаре взять, можно там, ну, чуть-чуть как-то там, не то что прочувствовать, но ощутить. А здесь я их даже не ощущаю. Тут как вроде они лады эти сделаны специально, вот, я даже на них перехожу, и я чувствую струну, и немножко струну надо подгибать, чтобы почувствовать лады. Это я так хочу вам объяснить, насколько здесь удобный, играбельный и приятный на ощущение гриф. Здесь он как цэшка, как обычный такой фендеровский цэ, гриф, колки локовые, обычные, без названия, ну, Music Man-овские локовые колки. Локовые они здесь зачем? Это, понятно, для быстрой смены струн, но и здесь есть машинка. Некоторые говорят, что это помогает, что имеет смысл, но, опять же, это смотря, как ты накрутишь их туда. Если ты там несколько оборотов будешь крутить, как на обычных колках, то, ну, не сильно оно, конечно, будет влиять на игру машинка. Машинка здесь работает только на понижение, то есть, типа, как по фендеровскому типу, но на двух столбиках. Настраивается она быстрее, чем фендеровская, легче, как мне кажется. Седла здесь чувствуются, болты, но это потому, что я опустил сильно низко их. То есть, они, я считаю, сидят на машинке, все хорошо здесь играется, все это не жужжит. Ну, тут третье, четвертое седло чувствуется, но, опять же, не так сильно, как на фендерах. Эта машинка заставляет меня, конечно, хотеть, чтобы стояла здесь машинка с петрущевских моделей. Петрущевские модели, машинка на петрущевских моделях, это одна из самых удобных. Там нет вообще ничего, что вы прочувствуете, там это как по облаку по такому рукой трете. То есть, она настолько вся обтекаемая, настолько вся... Ее надо пробовать, если не пробовали, она с пьезом, которая... Но здесь ничего такого я не хочу сказать, чтобы, ну вот... Вот, а, блин, тут... Хочется... Ну, это уже просто, как знаете, пересесть там с Мерседеса на Бентли, там, я не знаю. Это все, это абсолютно рабочая машинка. Легко, причем, настраивается по мензуре, просто болтиками здесь, как сзади крутить. Вся простота этой гитары, это не только в том, как она выглядит по-простенькому, но и насколько просто она настраивается. Анкерная крутилка, понятно, по-мьюзикменовски находится в пятке грифа, то есть, просто гвоздь вставил, повертел. Но здесь качественный стоит анкер с качественного железа и качественное дерево. То есть, все работает в унисон. Я на этой гитаре совсем-совсем чуть-чуть его подтронул. После того, как она прилетела, прилетела она, скорее всего, не из таких жарких штатов, как Калифорния. Уже где-то в ноябре месяце, то есть, где-то с холодного штата. Абсолютно ничего такого сейчас. Вот чуть-чуть я ее тронул, только просто под себя. Может, даже она так и была настроена человеку, просто хотелось немножко больше зазор. Блин. Звонили за машину. Она у меня в ремонте, сказали, еще два дня будет. Ну, то ладно. О чем я говорил? Анкер, гриф, кто-то настраивал. Да, настраивается гитара отлично. Анкер настраивается лучше, чем на многих гитарах, которые вы пробовали. Это гитара. Если бы какому-то новичку вот такая гитара. И почему вот я говорю, что эта гитара для новичка прям, ну, совсем-совсем будет хорошо. Я сделаю все-таки когда-нибудь видео, там, гитара бюджетная и гитара для новичка. Гитара бюджетная, она лучше подходит, там, если ты в тур куда-то поехал, тебе надо гитара, которую не страшно, там, где-то, там, облокотить, там, ударить нечаянно и так далее. Гитара для новичка, это должна быть гитара, которая простенькая. Простенькая именно в том, что ее очень просто настраивать. Не надо, там, ее, там, парить мозги. И даже если ты не знаешь, как анкер крутить, боишься, здесь его можно крутить не боясь. То есть, никакую здесь гайку не сорвет. Ну, а ты, если уже сильно его перетянул, то можешь потом обратно в другую сторону. Мне кажется, такая вот гитара, как силуэт, это... Если бы я сейчас, допустим, покупал своей дочке какую-нибудь гитару, она вот, чтобы начинала, я бы взял бюджетный силуэт такой. Его всегда можно продать. По крайней мере, если бы взял бюджетный, то можно продать так же, за сколько ты его взял. И сильно его испортить нельзя, даже начинающему. Даже если тут начнет, там, машинка что-то там чудить, там, анкеры крутить, звучки там снимать, подымать, это все можно сделать на такой гитаре. И эта гитара приводится в играбельное состояние практически сразу, что бы с ней не сделали, даже если отнести ее мастеру. И потом на ней можно играть, и она не будет причинять никаких абсолютно неудобств. Здесь стоят звукосниматели. Ну, опять же, на стандарте там еще и хамбакер в неке, но это такое. Для начинающих, там, я не знаю, хамбакер в неке или сингл в неке особо не будет, там, особой разницы. Стоит хамбакер в бридже, то есть, дает этой гитаре такой более диапазон для... Ну, открывает диапазон больше еще в тяжелую музыку. Я не сказал бы, что эта гитара прям совсем, вот, как мюзикмен Джона Петручи. Да, Джон Петручи, там, немножко другая, конечно, формула, немножко по-другому стоит электроника другая, но эта гитара тоже может играть металл, тоже может, потому что здесь стоит хамбакер. Хамбакер – это мощные звукосниматели. Он может передавать звучание этой гитары довольно-таки хорошо, с хорошим дисторшеном. Сделана она по классическому фендеровской формуле, то есть, кленовый гриф, палисандровая накладка и дека из ольхи. Дека из ольхи мне всегда нравилась с кленовым грифом. То есть, если взять кленовый гриф сквозной с ушами, с ольхи, так же, как у Джеффа Хеннимана, так. В основном, вот, металлисты 80-х, там, они, вот, любили эту формулу. Эта формула, я ее называю формула солоиста, то есть, самые ранние солоисты, там, еще и Стополя уши приделывали, потом уже начали ольха, и вот эта вот формула пошла. Кленовый сквозной гриф, уши из ольхи, ну, и потом Динки тоже пошла. Кленовый гриф с Эбани, правда, накладкой и ольха дека. Здесь этот звукосниматель, он немножко, конечно, мне хотелось бы, чтобы он был пошире диапазоном, то есть, здесь он немножко, вот, как бы, сжимающий. То есть, звук здесь передается saturated, я не знаю, как его точно перевести, но вот он мне здесь напоминает немножко, как бы, даже активный звукосниматель. Он не по мощности выхлопа, а вот потому, как он, нет у него такого широкого диапазона, как, допустим, там, на гейпсоновских 500-х или 498-х. Но он довольно-таки хорошо всё-таки делает то, что ему надо с дисторшином. На чистом звуке хотелось бы больше, чтобы он раскрывал это дерево. Когда вот переходишь уже в четвёртую позицию, даже на нековый сингл, на чистом звуке, вы послушаете, я постарался в этот раз получше записать, то есть, уже будет, я не знаю, я всё время говорю, да, я получше постарался записать, вы потом пишите, лучше бы ты не старался. Ну, давайте посмотрим, и, может, даже поставим лайки, напишем комментарии, насколько изменился звук в этом видео, по сравнению с другими видео, которые были на протяжении всех трёх лет. Всё, такая простенькая гитара, они идут в разных цветах, белый, чёрный, вот этот такой красный бурый цвет, гриф, ну, если вам сказать, что это радиального распила, я не знаю, кому это нужно. Здесь ещё такая дополнительная, как бы, я не знаю, услышите вы на моей такой чёткой записи или нет, но я услышал чуть-чуть, когда я переключал на средний звукосниматель, я услышал чуть-чуть больше идёт шума, ну, вот это такой, короче, сингловый шум, чем на нековом, допустим, или там на второй, на четвёртой позиции. Но здесь стоит батарейка, батарейка здесь стоит для специальной такой... Ну, мюзикмены, конечно, выглядят не мюзикмены, если бы они не всунули какую-то сюда, там, дополнительную электронику. То есть здесь электроника стоит шумоподавляющее. Вот этот вот шум синглов, хам он называется, то есть такой... Стоит батарейка, и стоит вот это подавление вот этих вот дел. Этот инструмент, он отличный, короче, он может быть инструментом, отличным инструментом для начинающего, это может быть профессиональный для студии, для туров, для всего. То есть мюзикмены, они вот чем и хороши. Стоит эта штука, по-моему, они продавались почти 2,5 тысячи, но это на них MSRP, никто никогда не покупает гитары MSRP, всегда они, они даже у дилеров сразу приезжают, вот как босс делает, там, завод говорит, продавай за 2,5, он уже в магазине, только с коробки достали, он уже висит там 1999, ну, то есть 2 тысячи, а потом он еще может упасть. Эти гитары бэушные можно искать в пределах тысячи, в отличном состоянии, ну, это если повезет. А так вот, если вы захотели прямо сейчас пойти и купите Music Man Special, или Silhouette Special, или Silhouette Standard, я думаю, и у вас есть где-то 1300-1400 долларов, то вы можете найти в любое время, по крайней мере, на ревербе, в Эвере, ну, здесь, по штатам, не уверен насчет, насчет стран бывшего СССР, какие там цены на них, ну, я не думаю, что они будут сильно высокие, то есть 2 тысячи за эту гитару платить смысла нет, но до полторы тысячи, это отличная гитара, и то, что она может предложить, мало гитар, вот, могут с такой простотой, но вот с такой отдачей именно, что касается того, что она может делать в музыкальном плане. Такое, давайте, ладно, послушаем эту гитару, и вы мне, опять же, напишите, поставьте лайки там, если вдруг чего, и скажите, ну, все, что вам понравился, звук не понравился. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну и вообще всем огромное спасибо, кто ставит лайки, кто участвует в жизни канала, пишет комментарии. Огромное спасибо людям с плюшечкой, патроном особенно, пасаран. Ну и вам всем, и руки храпящему тоже, тоже спасибо. До следующего видео. На канале Гитарная История только интересные гитары. Это простенькая, но очень интересная гитара. Гитара, которую я бы посоветовал всем. Субтитры сделал DimaTorzok